всем привет с нами еще мама привет всем прошло всего три дня с того дня как мы приехали с байкала когда отдыхали с родителями в палатках и сейчас мы едем снова на байкал мы едем на труба зовут улик уже собрались забили багажник заправимся поедем с нами едет олег едет олег на выходные у нас отвезет останется с нами на выходные воскресенье вернется домой олега надо еще снять в очень красивых шортах за все пока почти по летнему а погода с каждым днем портится листики падает все так грустно но мы не унываем мы на утолик еще едем там немножко по зажигаем ура по зажигаем самый большой шок да был это то что мы когда приехали с байкала там было жарко так а сюда приехали здесь такая холодина все в куртках ходят до едете на утолик ваш любимый что будете делать там дискотеку пойдете вашу любимую поставить они вообще собрались покажите что вы взяли какая загорелая они взяли с собой духи они взяли с собой лак для ногтей они взяли с собой что там еще взяли в общем перед дискотекой будете краситься а вот и олег олег поздоровался лек наш сегодня водитель на своих шикарнейшем автомобиле подъезжаем култуку 1 юань не подарила полина так здорово нам выделили место в рябчики кажется называется в чем здесь будем здесь у нас два места в общем вот кровать постили здесь тоже прикинь мы же здесь ли были только вон там спали драу здесь олег стоял где-то по потягивался и они еще фотография здесь еще есть он где стоял да так в общем смотрите здесь деревяшка так называемая здесь нам выделили два места у нас все скромненько корпус корпус новый какой-то до правил нового до деревяшку регистрируют на спортплощадке в корпус регистрируют там прям корпус раньше на вахте до было нет корпус регистрировали всегда в корпус дежавю нету здесь стоял вот так вот вот так вот вот так вот так вот так станька как ты сфотографировался вот так вот 10 стоял на суровая сибирь ребенка надели в куртку и в шапку уже ай да еще лето такой летний отдых в шапке и в куртке поле что происходит я не мог об этом подумать олег развлекается дядя олег иди я тебя покачаю ты пусечка и дядя олезенька такая маленькая колесенькая давай покачайся давай отходи то воде вкатает в землю отходи никусь отходи все все ты счастлив ты счастлив тут играет крылатые качели летят 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 крылатые качели летят 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 да я вижу вижу мы тут балдеем вспоминаем можно сказать детство получится когда-то ведь оно не навсегда станут взрослыми ребята разлетятся а мы то покушали мы все съели пока мы качались на качелечке они кушали мы набили свои брюшки а я дядя олега покачала да ты че в общем я так понимаю вы с собой взяли да и мы пойдем в номер кушать да все красиво возьми у мамы сумки очень все вкусно очень все вкусно олег тебе как двойну а добавку взяли да двойному агенту нет не двойному агенту а усатому няню ладно ну пойдемте ну пойдемте ужинать пойдемте ужинать пойдем мальчик хватит качаться хватит хватит так в общем у нас еще два номера есть в корпусе благоустроенный корпус это первый корпус да кажется да а это первый это второй пойдемте вам покажем номер наш здесь такая вахта вот наш номер такие бочонки выдают номера так вот ребята номер наш здесь такая вот гардеробная есть наши уже вещи мы здесь уже разместились в общем зарегистрировались реги регистрация проходит здесь на вакте это дух спальный номер две кровати мы объединили здесь будете спать катя будет спать и смотрите такой балкончик так уже на улице прямо прохладненькая так хочется так закрыть квартирку и вот здесь душевая таз туалет и душ вот такой вот шторки все сейчас мы будем ужинать покажем что у нас на ужин катя ну давайте обзорить будем еду давай показывай что на ужин мало открывает картофельное пюре значит соусом мясо мой день он не говорят тут чисто пюре одну ну смотрится это конечно смотрится это конечно в сборе все так это булки это яблоки соевый соус горчичку туда взяли конфеты заварку сюда все приятного аппетита куда собрались такие сегодня мы нашей дружной компании приехали в байкальск приехали будем затариваться рыбой омулем как пахнет рыбкой а вот сухой посол а свежем и а когда бы разобрали а утром было не было сима комментируй пожалуйста что пришло бы свежий привезли приехали на рынок нигде уже рыбу нету подъехала рыбак сдал рыбу нам повезло просто смотрите уже очередь за нами выстрелилось 360 за килограмм можно с рук кормить и шарики шарики а мы себе купили а мы себе купили рыбу сейчас мы направились на пляж виктория в общем поехали на байкал маленечко посмотреть поглазеть на байкал там в общем красивый пляж такой сейчас покажем и вообще ягода символ байкальская это ягода запах моря да прошу дамочка берега того не видно почти олег подключился по водичке ну как она такая же 1 ты да ну потому что там малое море там прогревается а здесь уже поглубже вода идет солнечную кстати погоду здесь прям так аж солнышко играет от этих камушек белого сейчас глаза слепит белый камень виктория вот это большущая ягодка обнимаем клубничку смотрите какая красота камни разукрасили на камнях нарисовали мордашки нерпы смотрится так мило вообще такая красота где кошку взяли зачем кошку здесь спасли спасли а что-то мне кажется кошка не очень счастлива от того что вы ее спасли ну все отпускай кошку главное достопримечательность этого места это ухо байкала его уже постепенно так перенесли потому что здесь видимо это сделали это такой причал пирс пирс и вот смотрел на самом углу был выкопали виша оставили надо загадать желание пошептать желание свое в ухо байкала позвенеть колокольчики и через ухо надо бросить монетку в байкал но его перенесли я не знаю как сейчас это возможно или нет пошептал да пошептал позвенел колокольчики и монетку бросить через ухо прямо в байкал это сбудется все твои ночь и наши сбылись я загадывала пошлите скорее тому мульт ухнут пойдемте не стухнет не успеет я была на веселе и лентала на метле он сама не верю я в эти скулили блин у меня голос не вылазит уже все геренчит треба промочить ой частушки бабка елочка ой не разговорила у людей музыка поет а тут чистушки блатные почему блатные детские сказки победила вновь добро хоть зло коварно было и хитро ах если было так всегда такси здесь ходят какая жизнь настала бы тогда мама какие ощущения вкусно вообще я не могу прямо омуль омуль и байкал это две неразделимые вещи я считаю что вот эти два продукта они просто вообще неразделимы неразделимы и байкал плюс еще третий рыбку ешьте вкусно как рыба называется омуль молодцы а на байкале мы отдыхали с дедой с бабой как мы рыбу ловили как называется омуль окунь молодец поя окунь окунь решили поиграть в волейбол наши парни олег друг тут стоит помогает играет вот так усердно все о предприятия окунь 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 Ты куда собрался, Олеженька? На гутоленился, да? Мама, давай, говори, что ты там говорила до этого. Мне так нравилось, ты сначала крикнишь, что ты мне крикнул. Мамы, прячьте дочерей. Я на охоту вышел. Будешь танцевать-то? Раз, два, раз, два, пошел, правый, правый пошел, левый. А ты со спины еще, со спины. Выложу что-то, я тебя вообще ушатаю. Да, ушатывай, ушатывай, я выложу это. Как дела? Ты что, капюшон надела? Холодно, что ли? Давай, крути педали, крути, крути, рулем, рули. Ребят, смотрите, какая у нас коптилка. Мы сегодня коптим омуль, да, Слав? Да. Вот мы воспользовались и розеточкой вот здесь. То есть мы всегда так, в общем, ребята, делаем, приезжаем вот улик, берем вот с собой такое приспособление, это стерилизатор для шприцов советский из нержавеющей стали. Папа его переделал в коптилочку, да, он там сделал. Он ничего не переделал, там идет вкладыш, он идет в заводской, он идет вкладыш. А, да? Да, туда укладывается, сейчас покажу. Смотрите, уже, в общем, рыбка уже подошла. Смотрите, какая красота. Вау. Все, готово это уже. Там внизу щепа лежит. Да, этот поддон, он в эксплуатации по-другому используется, он вот так вот укладывается шприцы, потом поднимается, ставится на сушилку, поднимается. В общем, готово, сейчас пойдем пробовать. Вчера мы купили омуль, почистили его, посолили и сегодня закоптили. А дети у нас тут рисуют мелками, цветными. В общем, мы взяли обед со столовой, будем обедать на улице. Омуль вообще без костей. Можно считать, что омуль без костей. Здесь косточка, здесь косточка и все. Рыба получилась мягкая, не пересушенная. Какая картинная галерея. Тут Дед Мороз с елкой. Тут российский флаг. Тут китайский флаг. Это у нас какой-то китайский храм, да, или что это, доченька? Это китайский дом, древний. Древний китайский дом, отлично. Очень давно было. Это Таиланд. Только Таиланд. Это какой флаг? Канадский. Канадский. Я тоже учусь в Канаде. Кресе и мягкое. А это какой флаг? Это, я не знаю. Как не знаю? Ника, это какой флаг? Сейчас. Вот, молодец. Япония. Ой-ой-ой-ой, какие мечи. Такой меч, конечно, трудно взять. Нет у нас надежных бадминтонистов. Вот. А это виртуозное владение ракеткой. Вы только гляньте. Вот это вот так. Пошла подача. Ола! Ола! Тебе Полина пол не нужна, да? Полина, иди погуляй пока. Ой, мы тут погодим. А мы получим все хорошо. Язык прячь. Шоколад, голад. Ты там не замерзла? Я думаю... А, еще я не могу. А, еще я не могу. Повижу. Ребята, как мы приехали, мы еще ни разу не делали обзор данного места. Мы находимся сейчас на Утулике. Труба за Утулик. Данная турбаза принадлежит Роснефти. Мы сегодня пройдемся, покажем вам обзор данной турбазы. Сегодня со мной мама прогуляет. Турбазы нам очень нравятся. Отдыхаем здесь уже не первый год. Стараемся каждое лето отдыхать здесь. Так, здесь смотрите, здесь такая сразу набережная. Турбаза Утулик построена на реке Утулик. Турбаза находится между сопок, поэтому здесь прохладно. От реки очень прохладно идет. Река, наверное, градусов, наверное, 7. Административный корпус, там парковка, топлан, турбазы. Здесь баня находится. Ни разу, кстати, не пользовался этой баней. Здесь такие сразу же беседочки очаровательные на реку. Можно посидеть, послушать шум реки. Сразу же на входе вот такие корпусы встречают. Их здесь называют деревяшки. То есть самая дешевая путевка будет именно стоить вот такое помещение. Там особых условий нет. То есть там вообще кровать, печка. Соболь. Есть дальше какой корпус? Дальше там бережка, допустим, бурундук, рябчик и так далее. Бережка, рябчик. Чтобы это люди уже определялись, например, не первый, второй, третий, а название помните ли? Да, там допустим, рябчик, да? Да, Соболь. Красивое название, сибирское. Здесь начинает вот улика шуметь. И это, получается, набережная. Турбазовый улик. Здесь песчаный пляж, можно позагорать. Да, кстати. Я сколько раз отдыхал на Турбазе, здесь всегда прохладно, даже летом. Мы подходим к танцплощадке. Раньше вот этой крыши белой не было. Натяжную крышу недавно буквально сделали. В этом году, наверное. Здесь проходят все выступления, концерты, дискотеки. Все происходит здесь. Дети наши любят очень участвовать в этих мероприятиях. И сейчас, кстати, вот этот заезд августовский, он получается театральный. Сейчас проходит очень всякие много выступлений, проходит. В общем, сейчас репетиции всякие проходят. Вот они там что-то репетируют. Я помню, мы как-то здесь, да, мама, отдыхали в том году, да? Да. Вот в этом номере. В этом, да? В прошлом году мы здесь отдыхали. С нами были еще дети. Очень было сложно. Дискотека до полденадцатого, до одиннадцати. Да, да, да. Детям надо уже было ложиться спать, но, конечно, вряд ли их уложишь. Шумно было. Здесь такая музыка пробивает до мозгов. Очень близко, шумно. А, вот этот, короче, самый такой фиалка называют. Самый корпус такой, который расположен близко к танцплощадке. Да даже и дальний, если он, все равно очень шумно. Ну да. Здесь волейбольная площадка. Дальше у нас идет корпус рябчик. Здесь, видимо, что-то было какой-то типа как фонтанчик. Он давно уже не работает. И по всей территории вот такие вот курилки сделали. То есть на территории турбаза курить нельзя. И сейчас мы идем к спортплощадке. Здесь проходят все спортивные массовые мероприятия. Вот этот прокат. И там же выдают именно постельное белье. В общем, и по прокату можно практически все взять. Веломобили всякие, самокаты, мячи и так далее. Здесь такая вот волейбольная площадка. По вечерам здесь 5 часов начинается волейбол. Все выходят и рубятся до самого ужина. До 7, до 8 часов. Вот такие веломобили здесь можно взять на прокат. Это у нас баня. Здесь, если у вас путевки в деревяшку, то только помыться можно здесь. Это бывшая бельярдная. Ее переделали в бар. Сейчас он, кажется, не работает. Потому что я уже сколько мы здесь пыхаем, он уже на протяжении этого времени не работает. Это, в общем, детская площадка. Сейчас мы подходим к столовой. На территории трубазы есть столовая. Очень вкусно здесь кормят. Мне нравится. Вам тебе нравится здесь, как кормят? Очень вкусно. Сытно и вкусно. Сытно, прямо сытно все. Чистенькое столовое, очень большое. Две смены кормится. Завтрак, обед и уж. Лавка такая красивая. Не первый год уже стоят, наверное, эти фигуры. Красивые. Ну и вот такое чудо. Здравствуйте. Мне очень нравится вот такую поделку. Вон, сова, посмотри. Это же кто-то старался. Это же не прошлый год все это было сделано. Вот так. Вот так. Обед. Здесь у нас находится медпункт. Эту палатку тоже буквально два года, может быть, назад поставили. В общем, там проходят тоже какие-нибудь игры всякие. Это уже идет служебное помещение. Здесь живут персонал. Вот это, вот это, вот это все. Вот эти вот все. Это здесь живет служащий персонал. Повара. Вон, буквально вон повар идет. Свой номер. И особенность у Тулика. Здесь не жарко по сравнению с городом. То есть, допустим, мы сейчас находимся в тени. Здесь прямо так прохладненько. Если мы сейчас выйдем на солнце, можно погреть косточки. Да. Погреться, как обогревателя. Так, в общем, здесь идет такой перекресток. Вот. В общем, там находятся благоустроенные корпуса. А здесь все бочки. Здесь находится игровая комната. Но на протяжении всего отдыха она не работает. Там театралы, в общем, всякие репетиции делают. Здесь с 10 до часу можно сдать своего ребенка. Он поиграет. Надежные руки, да, поиграет. Такие-нибудь поделки поделают. И с 16 до 19 можно тоже самое сделать. Благоустроенные корпуса трехэтажные. Выше строить нельзя, потому что здесь находится на берегу Байкала. Из-за землетрясения, в общем. Сосмически опасный район, да. Это, получается, второй корпус. Тот первый. Наш первый корпус. Буквально недавно сделали забор. В том году его не было. Так, здесь вот эти, получается, корпуса благоустроенные. И на территории, смотрите, вот такие вот есть еще строения, бочки. Они идут четырехместные. К ним подведены все коммуникации, кроме душа. То есть там все. Есть туалет и все. В деревяшках нет ни туалета, ни душа. Ни разу не отдыхал в этих бочках, потому что цена, разница с корпусом вообще там небольшая получается. И поэтому, как бы, лучше взять лучше в корпусе, чем здесь. Доплатить там буквально рублей 500, там, да, допустим. Ну все, на этом обзор, думаю, закончим, да? Ну, я не знаю, может, что-то еще, если что-то встретиться интересное. В принципе, всю эту базу вам показали. Нам здесь отдыхать очень нравится. База очень красивая. Стараемся каждый год не пропускать. Да? Да. Мне вот эти еще поделки нравятся. Мама уже у нас второй год отдыхает, да? Да. Прошлый год уже отдыхали здесь. Посмотрите, вот и каждого корпуса такие красивые поделки. Даже вот чисто вот, можно не турбазу снимать, а одни только поделочки. Оформление очень красивое. Каждого корпуса. Посмотрите, какая дама лежит с ресницами. Это же надо вот какой-то камень найти, оформить, придумать. Задумка красивая. Вообще, молодцы. Молодцы. Сегодня мы выбрались из турбазы Утулик. Идем на турбазу Байкал. Проходим мост. Это речка Утулик. Смотрите, какая она прозрачная. Холодная. Мы прямо проходим. Здесь такой ветерок. Прям так прохладненько. Там, смотрите, ЖД-мост. А вон, смотрите, знак дорожный валяется. В общем, поснимаем наш сегодняшний последний день. Завтра после обеда мы уезжаем уже с турбазы. Сейчас, может быть, покатаемся на катамаранах. Покупаемся в Байкале, мама, да? Ну, конечно. Да, купальники взяли. Позировать. Мне сегодня все я приходила, две стошки было. Потом мы сходили в магазин, купили вот такие конфетки, и свистульки, и фонарики, и леденец. Потом мне дали сдачу вот это и вот это. Это все вместе. Вот фонарик. Вот такой мне сдачу дали. А деньги-то за что дали-то? Деньги? Да. А, за зубик. Покажи. Этот. И за этот. Ну, колубнись теперь. Бармалей. Не, баба Ига. Еще голос у тебя кряхтит, как у Бармалея. Мы дошли до турбазы Байкал. Здесь часто очень приезжают спортсмены, занимаются все лето. Ребята, в общем, мы пришли на берег Байкала. Здесь очень много прокатов. Там прокат, там прокат. И вот сейчас мы, в общем, направились к прокату Утулик. То есть этот прокат принадлежит именно к Утульковской базе. В общем, мы взяли не катамрана, взяли лодку на часик. Покатаемся по нашим злательным местам. Все, ребята, отчаливаем. Пока! Пока! Опля! Опля! Папочка, как настроение? Посмотри, какая погода хорошая. У меня ностальгия. У меня ностальгия. Я так бескучился по такой лодке. Она такая маневренная. Она такая вообще клевая. Она легкая, да? Она легкая. Вески такие жесткие. Так хорошо отталкиваются. Прям вообще можно... Вот только так быстро можно... Ребята, лайфхак для тех, кто отдыхает на Утулике. На нашей базе отдыха катамараны дороже в полтора раза, в два почти раза, да, чем на базе отдыха Чайка. Без документов, без всего, в принципе, мы взяли лодку. Вот лодка стоит на час 150 рублей всего. Катамаран четырехместный на час 200 рублей. Он более... И более-более аккуратный вид у них, да? Там двухместные, конечно, убитые, такие савдеповские. У них более такие по... По-навейски. Но четырехместные такие нормальные. Хорошие. Хорошие, да? Смотрите, ребята, какая красота. Весь Байкал окружен горами. Очень красиво. Такие мохнатые сопочки. И красивые облака. Красивые облака. Посмотрите, какое небо чистое, красивое. А там где-то идет дождь. Посмотри, Вероника, посмотри, какой дождь. Вот там пляж, и люди умудряются загорать. Сейчас такая холодина. Вы знаете, я очень тепло одею. У меня кофта, брюки, как бы... Дети тоже у нас в футболках с длинным рукавом. А там люди просто скинули фуфайки и ловят солнечные лучики. Вот такое суровое сибирское лето. Ребята, в общем, мы уже накатались. Прошел почти час. Мы едем сдавать лодку. Давай я свисток свой покажу, как надо. Я видела! Ты не по-настоящему! Да! Нет, я свисток совсем попробую. Вот так, я делаю, вот так. Вот так.